И завтра мы должны это наверстать. Это Господь сделал. Я очень рад, что ты нас приняла. О, ничего себе! Я так рада, так рада вообще была. Когда мне сказал Миша, звонит, говорит, Игнать Тихонович, хоть в осеннике. Что, правильно что ли? Он говорит, правда. Мы не думали, это благовестие нас подвигло. Я бы никогда у тебя здесь не был в осенниках. Никогда. Ой, ты че так? Мы по центрам идем. У нас и времени нет. У нас свой край еще, не говорится, не рассеяно. Ну, а как вы сюда попали? А так попали. Потому что Михаил здесь. А теперь с Михаилом мы решили пойти по городам, которые Прокопис. А тут оказалось осенники рядом. Тут все одно за одно цеплялось. Да, да, да. Я никак не хотел тебя ничем стеснять. Мы стараемся уж так пройти. Ничего себе! Я бы обиделась даже и не сказала бы вам, конечно. Я так, я живу вами теперь. Как она? Живи Господу. Потеряй, потеряй. Господи, Христос. Я рад, что мы в прошлом году так познакомились. Ты приняла крещение. Все было благословенно. И вот мы приехали. Теперь пока живы будем молиться. Мы о тебе молимся каждый день. Ай, спасибо. Каждый день. Спасибо, Господи. И вот это, что нам дал Господь, это великое чудо общения, дружба. Это отдушина в этом грешном мире. Да, вот именно. И все души друг друга. Я никого не бываю никогда. Но я еще не жила очень долго дома. Вы знаете, не дожила сколько-то. Видите, вот мы сегодня пришли. Вот ты мне место дашь, по-моему, ночевать? Я вот здесь на полу лягу только. Да я вам три комнаты. Я всех вас уложу, куда кто жил. На полу, да что вы, ну на дюван. У меня полу твердо, у меня позвоночник-то ломан. А у меня доски. На кровати доски. Так, кто-нибудь двое, я одна поллягу. Все, в мое место я забил. Если можно, то, а то в той комнате ты будешь. Да нет, я-то что, я хоть на кухне дыдущу. А ты свою комнату сохранил? Нет, у меня все, теперь мои, я одна осталась. Пять, шесть человек было, никогда не стало. А куда елись? Мама умерла, брат умер, муж умер, тетка умерла. Все у меня были. Ты всех пережила. Я всех пережила. Для того, чтобы принимать беспрепятственно благовестников Христова. О, слава Богу, слава Богу. Это так Бог сделал, наполнил тебя радостью. И ты, принявшая пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Нахоившую с чашей холодной воды, не потеряй свои награды. Ты это ради Христа все сделала, сестра. Да как я, я не представляю, я сейчас живу этим. Дома, видите, куча какая у меня. Все, Миша надоедай, Миша, там что новое еще там, давай еще, давай еще. Диски, книги, у тебя все есть. Теперь эта сестра, у нее голос один такой, второй так, чтобы у нее слушать можно было. Она говорит, я слушаю. Она рассказала свою биографию, нам все. Мы подружили с ней. А мы с ней жили. Так у нее второй так, я ее вызвала с Урала сама. Мы всегда, у нас поколение идет не в богатстве, все время так к тебе проживая. Ага, другое богатство. Ага, и вот эта самая, она с Урала, я уехала сюда вот, замуж вышла. Тут четко жила, вот она меня самая сюда. Я наведать перенесла, там знаете, что-нибудь там продукты, да что-то такие у нас, друг другу помогали. Приехала она, эта самая, и здесь и осталась. Здесь осталась. Ну, у нее трезвый взгляд на спасение. И внучка-то у нее, она режет прямо, пятилетняя, она такие рассуждения ведет. Да, да. О брае и об аде. Я удивился, когда одной бабушке пошли свидетельствовать, так она вместо меня ей свидетельствует. Бабушка верит, не верит, мне говорит, а ее лучше слушать, чем меня. Я такая сама была, и 80 лет там, брошенная старуха, никому не нужна. А Машенька ей одно, баба, надо верить, иначе в аду придется быть. Пятилетие ей, и Володя все записал. Эта наша, вот эта Майка, наша. Ну, ваша Майка. А, Майка, Машенька. Ну, да, Машенька, пятилетие. Так отчетите, Аня родилась. Да это на руках, Мера, ты еще. Ну, она только три месяца еще. Ну, вот. Михаилова, это, сад. А этой пять лет. И она пошла со мной сегодня, пока машину ремонтировали, пойдем по соседней улице проведать. А там здоровье, я думаю, никого нет, оказывается, живет. А я спросил прохожих, они говорят, этот дом не брошен, там одна бабка живет, она никому не нужна. Я говорю, может быть, что сказать ей, помочь. Нет, ей ничего не надо. У меня она стала обижаться, как с ней было. Она когда-то 18 лет была, с голоду там умерла. Она колоски резала, 6 лет дали. Колоски сострежала. Ну, хорошая советская власть была. Ну, вы зашли к ней? А? К ней зашли? К бабке? Ну, 80 лет ей сейчас. Ну, ей понятно. Так она сейчас там, Кузидеев? Да, вот где, откуда Кузидеева приехали-то. А, ну, я и говорю, вот таковую книгу. Прямо рядом с тем, где мы ремонтировали. И мы туда с Машенькой-то пошли. А нас увидели, что заходят, видать, соседние бабки еще две приволоклись. И мы же вот для троих начали говорить. Одна ходит, другая не ходит. А это бы вроде надо и не надо. А у меня, говорит, крестик есть какой. А вот выколот, показывает, выколотый. До груди выколотый. Я говорю, колоть-то нельзя на колке. Все это записано. Я понял, не ради ли этих бабок. Бог и допустил вот это все претерпеть, потерять день. День для нас очень дорог. Понимаю, конечно, вас. Вы еще куда на план-то у вас был еще? Пока вот этот край объехать. А потом на Томск подадимся. На Томск? А потом, думаю, я сначала по Алтайскому краю, по окрестностям пройти. У нас Алтайский край еще заселен. Молодец. Я разговаривала с этим самым это... Видя, ладно. Ну ничего, все он принес себе. Я хотела ему туда. Я сижу тут так. Ничего. А, что-то еще-то я хотела налить. Вы еще-то как мы побыли там в лагере-то? О, да хорошо, быстро, но нельзя было. Каких двух пацанов-то привез он. Какие хорошие ребята. Так мы все вместе. У них замыщаний никаких нету. Они как будто лагерные все время были. Ну только плаксивые. Еще нормально. Да вот, как он, Данилка-то, младший-то, он говорит, плачет. Ой, если плачет, то тоже хорошо. Поплакал. Детские слюзы. Дорой говорит, хочу. Они там, никогда, нигде мы не... Никогда их никакой лагер, никого не отпускаем, детям другим, понимаете? Они там все время в своем доме, в своем обществе. С этой бабушкой, вот моей сестрой, Галина. Она вот эта самая, больше-то всего, она. Хорошие ребята. Я стал там расправляться, которые, то материн, то, кто, наказание. А эти что стоят? Ну-ка идите сюда, за ними ничего. Нет, как так? Все виноваты. Нет, они так маленькие старички живут. Нет, они никогда не ругались. Не знаю, что это... Нету. За столом они сидят, как положено. Гляжу, кусочек вот так вот у них в руке сидят прямо. То есть, им даже наказание не за что давать. Я уже мать поблагодарил, отец приходил с нами все время. Вектор приходил? Приходил, помогал машину ремонтировать. Вот по природе он заикается, и дети заикаются. Он не курит? Он? Вот я даже не совру, не знаю. Ну, трактористы, наверное, саповали. Это я знаю. Они когда женились, я-то, и ко мне пришли вот сказать, познакомились. Я смотрю, он заикается. Я говорю, ты как? А он говорит, я по отцу. Отец был так, и все такое. Ну, вот я сразу спрашиваю, пьешь, куришь, ну вот это все. Вот как это? Веришь, нет Бога. Вот они ко мне приходили, как к материнам. Познакомиться когда? Да. А он говорит, бабушка у меня в церковь водила. Ну, я поняла, и все, больше ничего не надо. Я говорю, ну а как ты думаешь, если вот Наташа будет в храм ходить? А ты будешь это, против? Так это, ну, да я ничего не буду. А ему лишь бы Наташу доводить. Да, вот то, вот то. Но, правда, раз в год причащаются, они мне докладывают. Раз в год, вроде бы. В церковь не ходит, встанет, причастился, и на этом все. Но у него лицо открытое, и таким людям Господь легко открывается. С ним можно разговаривать. Это не потерянный человек. Это я на своем опыте как. А Ваня, который у вас там, в лагере, Ваня. А в одной комнате лежит, и я там была как раз у них. А он встает рано на работу, Виктор. А он видит его с другой двери, это, что вам, подходит всегда. Папа, папа, ты когда придешь водичку святую пить? А сам лежит на кровати. Иди, иди, папа. Да сейчас подожди, Ваня, сейчас подожди, я там, кто-то, кто-то. Иди вперед, попей водички, покрестись. А потом еще, ну совсем было еще 4, что ли, года. А ей потом, говорит, только говорит, уже иди, иди, вася. Зарабатывай нам хлеб. Вот так. Эта девчонка сегодня тоже, что-то отец стал говорить, она вот так, пока нельзя, вот так вот, подошла к нему, вот так вот. Наверное. Она интересная девчонка. Ну и как будет. Я говорю, сохраните только ее вот в этом. Так вот с ними-то как, Игнать Тихонович, вот Ваню и Данилка, что у вас там, крестил отец Сергий. Тот. Вот, да. Мощил вов. Да. Ну и крещеный. Я что говорю, когда мы уже все в вас приехали, все такое, у нас, не буду все это рассказывать, знаете, что у нас на меня нападение было, и все от него. От него там с других приводил. А все это прошло, как будто никогда не было. Да слава Богу. Так дело-то в том, а я говорю, вот как вы вот, когда помирились, там начала мне доказывать, вот смотри, послушай, вот крещение, посмотри, вот это все показывает. Ну как же ты, говорю, батюшка, я тебя считала истинным священником, а теперь, как считаешь? Самым крещенным. А сейчас, говорю, только священником. Я ему так-то. Сейчас, говорит? Только. И он говорит, как ты меня сейчас считаешь? Я говорю, я тебя искала священным, прям истинным. Истинным. А ты, говорю, оказался даже крестин. Я же помню, я же там с ним 30 лет почти. Я говорю, помню. Ты как моих ребятишек, вот их, Ваньку, с этим. Ты как их крестил? Все, Алла еще, вот Валу, наверное, не видели еще. Алла, которая дочка старшая. Она, значит, это, я говорю, как ты крестил их, я же помню. А вот не знаю, как сказать. Ты не понимала тогда, ты не знала? А он говорит, а я боялся. У меня, говорит, был такой случай, если купать полностью, то, говорит, у нас кто-то, у него какой-то священник там. И они, говорит, он там умер, больной был ребенок. Его посадили. Я говорю, да, так ты боялся так же крестить? Здорово. А ты, говорю, все... Более, он умер бы на берегу. А Вселенский собор, говорю, как говорят, а я же вычитала, приехала. Я говорю, да у тебя же все есть. Так вот так, ну вот ты. Нашел какой-то случай, кто-то умер, даже никто это не слышал. А я, говорит, боялся. Ну, боялся, значит, в Уссии, в Возере Огненном. Да ты, говорю, Ваньку и Данилку так же покрестил-то, вот что беда-то мне. Понимаете? Фальшивый ты, скажи, Бог. А он тогда, а вот эту Анютку-то вот уже... Да и Ваньку он крестил, трое их, вот эту Марию. Тоже самое он за так крестил. А этот, вот Анютка-то четвертый. Портил их он, не крестил. Да. Это называется удушение, задушил он их в воде. Вот, так я тебе, а теперь это-то мы и не дали. И, говорю, что, вот Михаил, спаси его, Господи. Я говорю, иди к священнику сам, поговори, иди к нему. Что пусть крестить ее надо сейчас. Вот как она родилась. И вот он пошел, он мне рассказывал. Он даже его уговорил. Говорит, давайте так, в Сиренский собор и все такое. Все, молодой там священник. И все, он ему это, он нас прекрасно знает. И говорит, ну да ты что, да там, то все. Ну, говорит, собор-то, говорят, он доказал ему, доказал. Он говорит, давай мы тебе воды нальем и все принесем сами. В деревне-то, вихне. Попы дурные, дурные. И все, вот они сами действительно, видимо, воды наносили, все. И наблюдали. И он стоит, как крестный, как бы его взяли, они специально. Они сами бы ни с ним не смогли. И он это сам смотрит. Михаил говорит, я смотрю, он говорит, все правильно курнул, все, я вот так три раза, все нормально. Я говорю, ну вот, и что. А потом он на последнюю минуту говорит, никому не рассказывайте, а то все так просить будут. Понимаете? Все, говорит, так просить будут. Ай-яй-яй, лютые волки, нещадящие старые. Вот той беда. А я у отца Акима спросила, вот этих парней-то вот приезжали. Как вот их теперь-то? Я тоже сказала, он говорит, еще рано, ладно, не буду пока. Так их крестили? Нет. Вот вами-то за него-то. Так вот Сергий вот, как крестил. Ну, а у батюшки Акима-то не крестили? Ну, он сказал, еще рано, не надо. А, ну, как сказал, так и надо. Да, конечно. Вот и что. А то за тем дыря не скажет. Ну, мы спрашивали из Гали, спрашивали, а как вот с этими ребятами? Они то же самое. Хорошо, что беспокоитесь. Ну, а как? Благодарю, что рассказала. Ну, вот. Спасибо, Христос. Ну, сейчас, наверное, Сергей, отчаянно лег, ну, хорошо. Ладно. Отдохните пока. Ладно, матушка, давай я помогу тебе убираться. Да ну, что уж помочь-то тут. Вы сами-то. Вам надо ли? Не мягкий. Не надо ли. Не надо ли. Не надо ли? Ну, ну. Ну, она. Ну, она.